Аквариумные рыбки Аквариумными рыбками именно пресноводными такое видео есть А на нашем канале, на канале Пар, этого видео пока еще нет Я положу вот такую вещь И думаю, что те, кто уже давно занимается аквариумными рыбками, выключит это видео Потому что они уже поняли, о чем пойдет речь Речь сегодня пойдет об инфузории туфельки Перед вами банановая кожура Обычная, высушенная, на солнышке или на батарее Это не принципиально и не так важно И сегодня, с помощью этой банановой кожуры Мы будем выводить инфузорию туфельку Инфузория туфелька Это одноклеточный организм Форма тела которого напоминает туфельку И она очень хорошо подходит в качестве стартового корма для многих аквариумных рыб В частности, для мальков Что мы сейчас делаем? Эту банановую кожуру мы опустим в трехлитровую банку с водой И дальше, по ходу тела, я вам буду рассказывать, как и что делается Единственное, что я начну с того, что воду мы будем брать с аквариума Отсифоненной То есть, я просифонил аквариум И вода, которая будет грязная Которая выйдет с твердыми отходами Именно эту воду я сейчас налью в трехлитровую банку И туда уже опущу банановую кожуру Предварительно поломав Поехали! Вот мы и подготовили трехлитровую банку И насифонили из аквариума воды Как видите, как я и говорил раньше, что в ней должно быть больше мусора Для чего это нужно? Потому что инфузория туфлика своего рода чистильщик Она появляется именно тогда, когда нужно почистить И весь мусор убирает из воды Соответственно, если вода будет чистая в банке То ей уже нечем будет питаться Инфузория туфлики нечем будет питаться После чего она умирает Чтобы этого не произошло Для того, чтобы она была кормом для наших рыб Нам нужно, необходимо, чтобы вода была как раз-таки вот такая вот грязная С мусором Чтобы было что чистить И, соответственно, банановая кожура Тоже, ну, грубо говоря, это то, с помощью чего она зародится в воде Теперь нам это нужно перелить в трехлитровую баночку Вот что у нас получилось Но здесь один важный момент Нам нужна площадь, чтобы была с доступом к воздуху больше Поэтому мы сейчас немножко подождали, чтобы осадок остался на дне И лишнее немножко сольем Вот так вполне достаточно Теперь нам сюда необходимо поместить банановую кожуру Мы ее немножко поломаем Поломаем ее чуть-чуть Одной рукой мне просто не очень удобно И поместим в эту банку Поломаем кожуру Для того, чтобы быстрее все это дело проходило Чтобы быстрее зарождалось И теперь ее засыпаем в баночку Желательно к этому времени Чтобы у вас уже появилась еще одна банановая кожура Потому что банановая кожура будет подкормкой для тех уже инфузорий Которые тут живут, которые будут жить И для тех инфузорий Которые будут появляться вновь Для того, чтобы периодически было что есть Мы в дальнейшем будем периодически закидывать еще и еще и еще банановую кожуру Чтобы у нас инфузория не кончалась Чтобы она постоянно у нас была в банке В качестве корма для маленьких рыб и для мальков В баночку засыпали Теперь на 5-7 дней Мы ее поставим в какое-нибудь место Где она будет ждать своего часа И зарождаться, где она будет инфузория туфлика Вот уже теперь наша банка готова Единственное, что нам теперь понадобится Это обязательно накрыть крышечкой Почему? Все очень просто Через пару дней оттуда будет идти очень неприятный запах Сегодня у нас первый день ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй день у нас уже Что у нас тут получилось? Ага, образовалась пенка Все хорошо Настал третий день Банановая кожура в основном В основном вся поднялась к поверхности Давайте откроем крышечку Вот она Пенки стало уже меньше То есть процессы все идут Запах уже появился, но еще не сильный Давайте поставим циферку 3 Третий день Третий день Ну что, наблюдаем дальше Наблюдаем дальше И ждем Настал уже четвертый день Вода, как видите, очень мутная И это очень и очень хорошо Если вода будет прозрачная Значит, что-то пошло не так Давайте еще заглянем в банку Что здесь Все отлично Наступил пятый день Давайте сделаем пометочку Пятый день У нас еще не появилась инфузория Но осталось совсем немного Судя по воде Вот-вот уже скоро появится Давайте заглянем еще в баночку Что здесь у нас Все по-прежнему Ждем Так, это у нас уже шестой день Наступил седьмой день Ставим циферку семь И уже сейчас Можно, в принципе, наблюдать То, чего мы хотели То есть инфузорию туфельку Естественно Ее видно не очень хорошо Потому что она очень-очень мелкая Камерой взять Инфузорию очень тяжело Но мы сейчас все-таки попробуем Что-нибудь сделать Чтобы ее лучше было видно Белые точечки Мелкие-мелкие белые точечки Это и есть та самая Инфузория туфелька Которую мы добывали Именно этой инфузорией Мы и будем кормить Наших мальков Вот так прекрасно видно Что они двигаются Что они передвигаются Что они что-то кушают И Если видите Вода мутная Так и должно быть Пока вода мутная Инфузории туфельки Есть что покушать Если инфузории Станет нечего есть И мути не будет То есть вода станет прозрачной Вся инфузория погибнет Давайте Немножко Вспомним Начало видео О том Что я говорил Что нам понадобится Еще пару Шкурок бананов Я поясню почему А вот и наши Оставшиеся кожурки Друзья мои С этого дня То есть с того момента Как у нас появилась Инфузория туфелька Нам необходимо Небольшими кусочками Добавлять банан В эту же банку Это делается для того Чтобы инфузория размножалась Чтобы инфузория продолжала Пребывать в нашей банке Мы же ее сейчас будем брать Периодически брать Кормить рыбок наших И для того чтобы она жила Для того чтобы она постоянно Находилась в банке Необходимо добавлять Небольшими порциями Оставшуюся кожуру Для того чтобы Ей было что есть И чтобы было Из чего появляться Таким образом В нашей баночке Достаточно долгое время Будет инфузория Туфелька И по моим подсчетам Три кожуры Одну мы забросили Две осталось Как раз должно Хватить для того Чтобы наш малек Подрос И стал принимать Уже обычную Обычные корма Обычный корм Для рыбок Почему именно на инфузоре Лучше всего поднимать Потому что Инфузория мелкая Потому что Она очень питательная В ней очень много Различных витаминов И рыбка на инфузоре Туфельки Малек Точнее малек На инфузоре Туфельки Вырастает Достаточно быстро И Хорошо То есть Он будет здоровый Он будет быстро расти Да и самому мальку Этот корм Очень и очень Нравится Давайте теперь Добавим небольшой кусочек Кожуры В баночку И Возьмем Эту инфузорию Туфельку И покормим Наших рыб Кстати Хочется сказать Еще один момент Очень важный О том Что У нас Получилось 7 дней Конечно же Я могу сказать Если говорить честно То на шестой день Уже инфузория Туфелька появилась Но ее было Очень и очень мало Незначительно Возможно Что у вас уже Появится на пятый день Или на десятый день Все зависит от того Какая температура воздуха Или температура воды Будет в этой банке Если она не будет Холодной То процесс будет Проходить быстрее Если она будет теплой Процесс будет проходить быстрее Если вода будет холодной То процесс будет проходить Медленней 7 дней Это Цифра примерная И не факт Что через 7 дней Появится у вас У вас может появиться Либо раньше Либо позже Ну а теперь давайте все-таки закинем кусочек кожуры банановой в нашу трехлитровую баночку. Способов подачи инфузории туфельки малькам огромное количество. Способ, который использую я, не совсем безопасный. Хочу сказать о том, что некоторые берут инфузорию туфельку, то есть с помощью пипетки, с помощью шприца или еще каким-либо образом берут воду с инфузорией туфелькой из банки, где она находится, и процеживают ее через различные фильтра. Это может быть бинт, это может быть вата или еще что-нибудь. Но я так не делаю, это очень-очень много мороки. С этим очень много мороки. Некоторые набирают шприц и сразу вливают в аквариум. Так я тоже не делаю, потому что большая концентрация воды мутной попадает в аквариум и там, возможно, произойдет вспышка. Я делаю следующим образом. Я набираю в стаканчик воды, прямо из аквариума, в котором находятся мальки. В шприц набираю инфузорию туфельку вместе с жидкостью и в эту воду вливаю инфузорию. Соответственно, инфузория начинает метаться. Когда она осаживается ближе к дну, я лишнюю воду выливаю. И только остаток, который остается вместе с инфузорией и туфелькой, его я вливаю в аквариум рыбкам. Никогда этот способ меня не подводил, никогда с помощью такого способа у меня не было вспышки, но он считается не самым безопасным. Поэтому на ваше усмотрение. Хотите, принимайте этот метод подачи инфузории. Хотите, делайте фильтр и процеживайте инфузорию отдельно. Я делаю именно так и меня этот способ вполне устраивает. А теперь давайте посмотрим, как все это будет выглядеть на практике. Вот так вот она выглядит у нас получается в нашем стаканчике. Видно, как она двигается, передвигается в этом пространстве небольшом. Видно, что организмы живые. А теперь пойдемте покормим наших рыб, наших мальков. На этом видео подошло к концу. Надеюсь, мне удалось подать информацию на доступном языке и максимально подробно дать всю информацию о разведении инфузории туфельки с помощью банановой кожуры. Стоит сказать о том, что я внимательно читаю ваши комментарии. Отдельное спасибо хочу сказать подписчику с ником Аквариумистика за теплые слова. И пусть не успеваю ответить всем вам, но скажу совершенно точно, что стараюсь сделать новые видео под ваши запросы. Так, например, подписчик Живой Дом просит сделать видео и рассказать о мраморном раке. Сам долго ждал этого рака, и он сейчас у меня есть, и это значит, что в ближайшее время появится видео о мраморном раке. На этом у меня все. Всего вам самого доброго, дорогие друзья, и до новых встреч в новых видео. До свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok